Так, мол, и так, говорит Карлович, международная обстановка не располагает, мировой революции не пахнет, а без неё мы социализма не построим, поэтому казельское возрождение России возможно только через военизированный труд в городе и в деревне, а промышленность будем развивать за счёт крестьянина и его разграбления. Выхода, говорит, действительно другого никакого нет, приходится, скрипя сердце, согласиться, и так и далее. Но тут, конечно, дело я не вытерпел. Скачил и накричал. Что попало? А что же вы накричали? Ну, одно я кричал, что будет он рыдать от своего хамства, но фактов не приводил. Карлович, говорит, ты не лазь, я и так, как больной страдаю, сознательно мне объясни. Мазон, план социализма, так все зардали от своего хамства. Все, кроме Карловича. А что же вы им сказали? А я, с ваших слов, Владимир Владимирович. Своих? Ну, а зачем же я неделю-то брал? Читал, уникал, продумывал. Где сложность в мысли, какая я своим умом находил? Можете проверить. Ну, Граждан, а все-таки, что же им в масле? Ну, как многим известно, на собственной шкуре говорим официально, но ежели какие искажения, вы меня так прямо сразу указываете. Причина мировой несправедливости частной собственности. Ранне неизвестная нам, она осуждена даже Библией. Но это пока мои слова, дальше будут ваши. Вместо частной собственности, каждый стоящий на земле человек, независимо от происхождения националисты, мечтал о коллективной. Но как это сделать, никто не знал. Канмакс первому знал и всем рассказал. Через революцию, для которой класс нужен и партия. Ну, класс в России был. Как партия была построена, это нам в личность переходить не будем, и так знаем. Значит, партия есть, класс есть. И как в результате революции случилось, тоже известно. Только начали было новую жизнь возрождать, пришлось отвлечься, защищали военным способом. Только опять делом подошли, голод начал душить, придумали НЭП. По научному защиту революции экономический путем. Подпустили маленько капиталиста. Со старыми замашками, как капиталиста, за шкирку, к стенке и кончай. Нет, вот ты работай лучше в него. Делай больше в него, торгуй дешевле него. Тогда он сам зарыдает от своего хамства и без всякой агитации окончательно поймет кто кого. Ваим Ильич, может, я что-то не то, а то он все улыбает. Все так, все так. Убеждены и говорите то, что думаете. Тогда я прихожу к главному. Это план социализма. Но если скажете, что что-то неверное, я и с вами спорить буду. Не, не придется. Ну, теперь всем ясно. Будет промышленность, будет рабочий класс, будет рабочий класс, будет металл в деревне. Чем больше металл в деревне, тем больше в нем социализма. Если мужик тянет лямку в одиночку на своем клочке, маленький, но он капиталист. Если же он объединяет с соседом самодобровольно, дверь социализма стучится. Если мужик не только свое имя писать научится, а он Белинского или Гоголя с базара понесет, металл в деревне в куче ржавой железной слипнется. Одно из другого вытекает, третий переходит, и все вместе по-научному называется так. Круговорот марксизма в России. Ну, хорошо. А почему Карлыч не зарыдал? Вот в этом все дело, Владимир Ильич. Задает мне Карлыч вопрос. Считал ли я социалиста Тома Самора? Или, допустим, французского писателя Ильи Золя, а именно роман «Деньги». Я к тому времени указанных писателей не читал, к чему признался? Если, говорит Карлыч, ты против принуждения рабочего человека и военизированного труда в городе и в деревне, то ответь мне на вопрос, который мучил основателя утопического социализма Томаса Мора и его последователей. И при всем стечении народа зачитывает мне место из книжки. Если, Владимир Карлыч, будет все общим, то каким же образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его к ней не будет вынуждать расчет на личную прибыль? А с другой стороны, надежда на чужой труд дает основание лениться. Так. Поразительно интересно. Ну и что же вы? Я вот молчал долго, Владимир Владимирович. А потом взял месяц на подготовку. И вот завтра кончается. Ну хорошо. Ну и что же дальше? Ну, я сначала книжки собирал, какие можно было собрать. Вот даже Адама Смита купил «Исследование о природе, причинах, богатство народа в Санкт-Петербурге» в 1866 году, в трех томатах. Ну и, конечно, все читал. И Томаса Мора, и Фурье, и, конечно, и Золя, и Маркса Сентельсом. И в вас заглядывал. Владимир Владимирович должен прямо сказать. Вопрос непростой. Можно даже сказать заковыристый. Еще какой. Знаете, сколько людей ломало голову и будет ломать? Товарищ Ленин, вот социалисты, которые до нас работали, сходятся на том, что дело может поправить соревнования. Но что это такое, с чем его едят, умалчивают. Вот пишут, пишут, что им ясно. А поди проверить, когда их уже никого не осталось. Ясно им или одна видимость. Владимир Владимирович, я, может быть, что-то не то, что вы все улыбаетесь? Нет, смешно я смеюсь. Может быть, от радости смеюсь. Вы знаете, товарищ Бутузов, я ведь тоже занимался вот этой проблемой. Буквально через месяц после октября даже написал статью, как нам организовать соревнования. Ой, не встречал. Она так и осталась неопубликованной. Вот посмотрите, посмотрите. Может быть, она вам поможет ответить Карлычу. Побуждать к труду при социализме должно, конечно, не принуждение, не палка, а желание быть впереди, подкрепленное соответствующим моральным и материальным вознаграждением. А как это устроить? Не знаю. Не знаю. Но задача ясная. Нам надо, чтобы соревнования в его незверских, а человеческих формах, работали значительно лучше, чем конкуренция. Ну, а как этого добиться? Давайте спросим рабочих. Пусть они тоже поломают голову над этой проблемой. Я уверяю вас. Они найдут такое решение, которое нам в кабинетах и присниться не могло. Только дайте им возможность. Да и у каждого обрадует такая возможность. И те с любителей, чтобы за них дядя пришел. Да мы не их будем спрашивать. Или не тех, кто любое слово возьмет на веру. Лишь бы оно было дядя из кабинета повыше. Не те, кто скажет против совести. Мы спросим о таких, как вы. Но когда каждый рабочий начнет искать ответы на волнующий вопрос у Адама Смита, Карла Маркса, ну, думаю, тогда вообще проблемы, стимулов к труду существовать не будут. А как вот насчет социализма-то? Сумерим, айдун? Обязательно, обязательно сумерим. Если не будем ослами, не будем слушать теоретические упражнения нарком-воена. А послушаем, не социализм будем строить, а займемся искусственным подталкиванием мировой революции, милитаризации страны и внешнеполитическими авантюрами и напрочь забудем, что такое демократия. Нет, он говорит, что он не против демократии. Ну, какую демократию признают эти любители завинчивать гайки, партии, очень хорошо известно. Это та демократия, которая признает народ, как бессловесное стадо. От имени которого вещает, вы же от судьбы людей. Зачем же вы так расстроены? Нам далеко не безразлично, как? Как будет построен социализм? Зачем я начал про этот доклад, Владимир Владимирович? Я ведь даже не спросил, как вы себя чувствуете? Да хуже. Хоть. Знаете ли, хуже, чем мне бы хотелось. Но ничего. Останется АКП. Станутся надежные товарищи, я уверен и я убежден. Они доведут дело до конца. Владимир Ильич! Ильич, давай скуем! Все намеченное тобой! Мы скуем! Вот тебе крест!